Сижу спиной туда, вниз по реке, и вдруг он говорит, Виталий Матвеевич, смотри, смотри. И вот представьте себе, значит, ну вот такой распадок, впереди вот этот горизонт, и по горизонту летит какое-то тело. Вот размер примерно в половину Луны, такой вот так вот, летит белая по горизонту, и от нее след остается, такой вот конус расходится. Ну, посидели, посидели, а у нас испортился этот радиоприемник. Ну ладно, поговорили об этом. На завтра сидим, опять. Он говорит, смотри. И вот в этом распадке начинается вот так вот светиться, как будто какой-то свет откуда-то взялся, расхолодится, и рассеялся. Посмотрели, точно в это же время. И вот пришли эти ребята, и как раз Владимир Иванович говорит, ну-ка, астроном объясняй, что произошло. И вы знаете, значит, где-то через год, а тут вот у меня у нас в соседях живет глава нашего города, Колпаков. Во-первых, во-вторых, мы однокашники, и с первого дня работаем вместе. Он как-то звонит, говорит, Виталий, слушай, вот НЛО появилось. Он запихнулся? Значит, НЛО появилось, говорит, летчики записали. Поедем, съездим в аэропорт в Венесейске. Поехали мы. И там, значит, разговор о тех летчиков. Вы знаете, в панике, в тревоге, самолет летел из Норильска в Красноярск. В тревоге, что он меняет цвет, он меняет направление. То есть, вот такой, значит, самолет посадили в Несейске, экипажу не разрешили дальше лететь. Значит, по-моему, Михайлов был начальник. Я говорю, так я тоже видел НЛО это самое. Где? Я говорю, вот, показываю на карте. Он говорит, так и они тут же видели. Понимаете, вот что такое? Совершенно не объяснилось. Потому что вот, особенно первый день, вот летит это тело, значит, по горизонту. Что это такое? И потом оно испарилось, да? Нет, оно просто заговорилось. Вот в этом распадке, как шел, значит, и скрылся за этой стороной. А на завтра отсюда начало светиться. А этот астроном как объяснил? Да к астроному мы уже здесь хватанули. Все было ясно и понятно. Спасибо вам огромное за... К сожалению, нужно двигать.